привет друзья это алена вы на моем youtube канале сегодня мы с вами говорим про причины набора сброса веса все что я об этом знаю я вам расскажу в этом видеоролике кто со мной не знаком вы на канале 30 плюс я медицинский клинический психолог нутрициолог соответственно здесь про 30 плюс сегодня говорим про набор и сброс веса и про все сопутствующие и возможно не сопутствующие состояния когда вам кто-то рассказывает про то как похудеть это конечно все истории которые во многих случаях завязаны на определенных правилах кто-то идет в кето кто-то идет в полю кто-то считает калорий кто-то много двигается но я знаю четко одно правило больше двигайся меньше ешь на самом деле долгосрочной перспективе так не работает или работает у спортсменов которые просто в этом живут но если вы обычный человек который выполняет обычную работу и посещает физическую культуру то у вас совершенно другая должна быть история что влияет на набор веса на набор веса влияет сон набор веса влияет суточная калорийность отсутствие дефицитов отсутствие дефицитов по микро и макроэлементов плюс на набор веса влияет здоровье поджелудочной здоровье печени здоровье щитовидки кишечника почек и мозга вот казалось бы причем тут это все например сразу вам скажу у человека у которого нарушение вертибральной зоны шейно-воротниковой зоны у него нарушение кровоснабжения ввиду этого может нарушаться или нарушаться обменные процессы грубо говоря гипоталамусу гипофизу неправильно приходит информация об этом кстати многие не говорят плюс например у человека к этому всему еще нарушена щитовидная железа или гипер или гипотиреоз и в том и в другом случае будет нарушение в виду в виду этого состояния другой момент это люди которые например хронически хронически занимаются спортом у них и помимо травм тоже есть вещи которые постоянно постоянно в дефиците и нужно контролировать по анализам что еще влияет на набор и сброс веса паразитарные инвазии говорят нет конечно влияет почему потому что у людей у которых действительно серьезные дисбактериозы и особенно такие знаете как я говорю махровые гипотиреозы и дисбактериозы у тех постоянно вопросы с весом еще один момент на вес влияет гормон стресса кортизол который так в течение дня у нас то вверх то вниз но у некоторых он постоянно вверх потому что например серьезный дефицит витамина d дает эту историю серьезный дефицит магния дает эту историю плюс на сброс и набор веса видео влияет постоянная активность то есть например вы занимались а тут бросили или наоборот не занимались и тут резко начали и вес пошел то есть элементарно все эти вещи они очень сильно завязаны и они влияют и на ваше состояние и на ваши обменные процессы плюс многие не думают о том что ваш организм ежедневно пытается создать новые белки создать нейромедиаторы дать что-то на гормоны отдать что-то на детокс печени и если не соблюдать многие вещи то соответственно похудение может быть то вверх то вниз не верьте никому кто вам рассказывает что это все очень просто очень легко и постоянно нет ничего постоянного также как и вы это стояли то пошли и куда ваши ресурсы уходят туда уходит ваша энергия есть люди которые сидят и работают в онлайне есть люди которые много двигаются это разные профессии и поэтому никогда не нужно сравнивать себя если вы там пять раз ходили в зал и уже у красавчик соответственно если вы не профессиональный спортсмен и такой обычный человек как я то очень важно работать с макро и микро элементами вот это больше влияет на ваше здоровье надеюсь вы не принимаете какие-то меры по ухищрению по лишению себя питательных веществ и тем самым разваливаете свой обменный процесс обменные процессы поэтому каждый раз когда вы хотите что-то создать вам нужно этим заниматься хотите создать новую какую-то парадигму питания создавайте не сидите долго на одной и той же диете потому что она очень часто приводит к плачевному результату в долгосрочной перспективе и еще один момент все люди одинаковые это тоже неправда где генетика у всех разное человеку например с проблемами с усвоением жиров посадить его на кето ему будет плохо также как например человека у которого вообще об анамнезе не только инсулин резистентность но предпосылки к диабету посадить его на высокоуглеводную диету и просто научить считать калории это не приведет к нормализации инсулина ключи ключи здесь инсулин инсулинорезистентность кортизол сон и кстати грелин тоже вот это некоторые такие маленькие но самое главное конечно это еще щитовидка гипофиз гипоталамус в общем тут игры на самом деле не про дневник питания а про то что на что уходит вот это если кратко напишите под видеороликом а что думаете вы какие у вас есть вопросы связанные с этим а я с радостью вам отвечу причем даже при алкалозе при ацидозе у людей будут разные моменты то есть элементарно изменился ph ph мочи ph среды и человек будет или набирать или сливать воду это все априори так она и есть вот так